Приветствую каждого, кто находится по ту сторону экрана. Для вас свежая подборка новостей в студии Кристины Зиединова. И мы начинаем. В Казанском федеральном университете прошла выставка основателей, посвященная людям, создавшим астрономическую обсерваторию КФУ. В КФУ прошла встреча руководства с делегацией «Пау Роснефть». Всероссийский фестиваль науки приведет Казанский федеральный университет. 28 марта прошла встреча руководства Казанского федерального университета с делегацией «Пау Роснефть» в рамках дней «Роснефти» в КФУ. Подробнее в нашем сюжете. В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошла встреча руководства КФУ с делегацией «Пау Роснефть» в рамках дней «Роснефти» в университете. Во время встречи лектор КФУ Ильшат Гафуров рассказал гостям об истории и современности Казанского университета. Отметил важность подготовки новых кадров в сфере нефтедобычи. У нас обучается достаточно большое количество студентов практически из всех регионов РФ. И на этих территориях компания, конечно же, присутствует и работает. И поэтому, возможно, многие из них, а после сегодняшних встреч и дней компании «Роснефть» на территории нашего университета, я думаю, ускорит процесс, может быть, взаимной интеграции. Особый акцент был сделан на вопросе трудоустройства выпускников Казанского федерального университета. Есть задел с компанией «Роснефть» по работе, в том числе и с абитуриентами, и по вопросам трудоустройства наших выпускников. Камиль Гемаздинов, Александр Юдин, Виолетта Басова, Универньюз. КФУ обучил кубинских нефтяников по уникальной программе повышения квалификации в Гаване. А ученые КФУ совместно с коллегами из Юго-Западного нефтяного университета Китая разработали новые реагенты для повышения нефтеотдачи. Об этих новостях далее в программе. Руководитель приоритетного направления «Эконефть», заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов Казанского федерального университета Михаил Варфоломеев и доцент кафедры Ченгдонг-Юань, посетили Юго-Западный нефтяной университет Китая с целью обсуждения совместного производства реагентов для повышения нефтеотдачи. В рамках визита Михаил Варфоломеев и Ченгдонг-Юань встретились со студентами последнего курса бакалавриата и рассказали ребятам о Казанском федеральном университете, его истории и современных возможностях и о программе «Петролиум Инжиниринг». В то же время 20 кубинских слушателей Центра дополнительного образования, менеджмента, качества и маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ завершили свое обучение в Гаване. Руководитель управления разработки КЮПЭД Гарсием Марреро Хосе Антонио, который был в числе у слушателей программы повышения квалификации, поблагодарил Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета за организацию курсов и отметил высокий уровень лекторов. Напомним, что ранее Казанский федеральный университет и кубинская компания КЮПЭД подписали договор на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников. 28 марта в Казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета. Перед ним ректор КФУ Ильшат Гафуров поздравил студенток университета, завоевавших бронзовую медаль на университете Красноярске. На повестке дня были конкурсный отбор на должности и представление к присвоению ученых званий сотрудникам университета. А мы возвращаемся к новостям. Всероссийский фестиваль науки проведет Казанский федеральный университет, а спикерами станут ученые из Объединенного института ядерных исследований, а также преподаватели Казанского федерального университета. О подробности в следующем сюжете. 29 марта Казанский федеральный университет впервые присоединится к Всероссийскому фестивалю науки «Наука-0+,», что позволит городу Казань стать одной из 80 площадок проведения фестиваля. Всего 80 точек таких по всей стране в разных регионах. Более 10 лет этот фестиваль уже проводится. Главная его цель – рассказать о науке простым, понятным, доступным языком. В течение вечера будут проходить научно-популярные лекции от преподавателей Казанского федерального университета о мега-сайенс-проектах мирового масштаба. Впервые будет молодежный лекторий, то есть лекциями выступят не только преподаватели, но и студенты, а также магистранты нашего университета. Фестиваль пройдет по адресу Кремлевская, 35. Время проведения фестиваля с 16 до 22 часов вечера. В этот период гости смогут принять активное участие в мастер-классах по созданию роботов, а также в интерактивном занятии медицинской лаборатории «Удаляем аппендицит» с микроскопами и тренажерами. Алсу Саттарова, Камиль Гемоздинов, Ленарда Валитяров, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете прошла выставка основателей, посвященная людям, создавшим астрономическую обсерваторию КФУ. Какова история одной из старейших обсерваторий мира? Мы расскажем в нашем сюжете. В музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки основателей. Она посвящена 120-летию со дня закладки астрономической обсерватории имени Василия Энгельгарта КФУ и 170-летию со дня рождения астронома, ректора университета Дмитрия Дубяга. На открытии с приветственным словом выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Если я глянусь назад и посмотреть, какими инструментариями, механизмами пользовались в то время, и что мы имеем сегодня, и каково качество строительства сегодняшних объектов, и то, что было построено много-много лет назад, то, наверное, можно в сравнении сказать, насколько люди были талантливы, и насколько эти люди, в общем-то, видели перспективу и развития университета, и развития данной территории в том числе. Ректор КФУ также отметил, что одной из задач является основание на базе обсерватории учебного центра. Этот центр должен быть таким историко-историческим центром, образовательно-просветительским центром в области астрономии, геодезии и других естественных наук. На открытии выставки присутствовали внуки основателя Владимир и Инга Дубяга. После торжественной части на собрании были заслушаны доклады об истории обсерватории, ее основателях и научных деятелях. Астрономическая обсерватория имени Василия Энгельгарта является одной из старейших и известнейших обсерваторий России и мира. Если бы не было в тот период, период, так сказать, до 70-х, 80-х, реально запущенные обсерватории эти уже в 21 веке, в полном объеме, я имею в виду, то тогда развитие просто-напросто было сложно ожидать в астрономии в Казани. Василий Энгельгард единолично на собственные средства основал в Дрездо небольшую обсерваторию, где проводил свои исследования. Из-за ухудшения здоровья передал все оборудование в дар Казанскому университету, ректором которого был его друг Дмитрий Дубяга. То, что заложил Василий Павлович Энгельгард, Дмитрий Иванович Дубяга, как основатель астрономической обсерватории, они продолжают жить, они продолжают работать на наше общество, чтобы каждый мог взглянуть на Луну, на туманности, на другие интереснейшие небесные тела. Обсерватория Казанского университета, оснащенная инструментами Энгельгарта, была открыта в 1901 году, а с 1903 называется Энгельгардтовской. До конца жизни Энгельгард принимал активное участие в строительстве и организации работы новой обсерватории, а в своем завещании передал Казанскому университету все свое имущество и капитал на ее развитие. В настоящее время из тех инструментов, которые он в дар принес, работает большой рефрактор. И я хочу сказать следующее, что он полностью отреставрирован, приведен в то состояние, которое как раз было первозданное. В своем завещании известный астроном оставил просьбу быть похороненным на родной земле, на территории обсерватории Императорского Казанского университета. Университет принял на себя обязательство перед ученым произвести погребение его останков в обсерватории его имени. Однако в силу исторических событий это оказалось невозможным. В 2014 году пожелание ученого было исполнено Казанским федеральным университетом. Более чем через 100 лет по инициативе ректора Эльшата Гафурова после официальных переговоров с российскими и немецкими органами власти прах Василия Энгельгарта был привезен из Дрездена в Казань, а затем на остров Град-Свияжск, где в соборе всех скорбящих радостей у Анна Предтеченского монастыря прошла подготовка к перезахоронению. 21 сентября 2014 года Василий Энгельгард был торжественно перезахоронен на территории Астрономической обсерватории своего имени. Благодарные потомки исполнили волю великого ученого предка. Дело ученых продолжает жить силами сотрудников Казанского университета. В 2011 году было начато строительство астропарка, а в 2013 был открыт планетарий КФУ для реализации образовательных программ школьников и студентов. Это единственный планетарий в России, функционирующий в составе университета. Артем Топичкин, Александр Юдин, Универньюз. Это было все самое вкусное и интересное на сегодня. Всем весеннего настроения и увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok